Всем привет! С вами Павел Багрянцев. И в этом видео мы с вами поговорим о том, о чем же говорить на первом свидании с девушкой. Есть очень хорошая методика, а это методика, которую никто не использует. Это постараться быть искренним и самим собой. Что я имею в виду? Научитесь разряжать любую обстановку. Допустим, вот в публичных выступлениях есть такая техника признания. Выйдите к людям и признайтесь, что вы волнуетесь, что вы запинаетесь, что вы некомпетентен, но вы попробуйте выступить. Вот перенесите это в жизнь, перенесите эту ситуацию на первое свидание и во время свидания вы можете сказать, допустим, вы уже не знаете, о чем поговорить, настала такая неловкая пауза и вы можете сказать, слушайте, я на самом деле сейчас сам волнуюсь, все-таки мы с вами в первый раз общаемся, а о чем вообще говорят на первом свидании? И вот этой фразой вы разрядите обстановку, это заставит другого человека улыбнуться, и если вы сами к этому позитивно отнесетесь, то это будет просто такой простой ненавязчивой шуткой. Кстати, вот так разряжать обстановку на первом свидании это тоже очень круто, потому что люди думают, что юмор это что-то, это должен быть какой-то фееричный юмор, как с телевидения нужно, как Иван Ургант, просто генерить, да, какие-то шутка за шуткой. Нет, неправильно, люди, как правило, не умеют так шутить, это один на миллион только так умеет. Поэтому юмор, это когда просто ваши слова, ваши действия заставляют другого человека улыбаться. А что заставляет другого человека улыбаться? Ваш позитив, ваша улыбка, все, вот это и будет юмором, когда вы сможете немножко саркастически обыгрывать вот эти неудобные ситуации во время свидания. Допустим, идти, ой, а я не знаю, что сказать, я забыл о чем говорить на первом свидании. Это же прикольно, друзья. И вторая половинка, будущее, возможно, вас будет воспринимать очень, наоборот, смелым, открытым, искренним человеком, а самое главное, очень находчивым, потому что так никто не делает. Но, по крайней мере, адекватная девушка уж точно к этому так отнесется. И есть второй способ, если чисто практически подходить к тому, о чем поговорить на первом свидании, то старайтесь больше говорить о другом человеке, ни в коем случае не о себе. Вот 30% можете рассказать о себе, а 70% интересуйтесь другим человеком. Когда человек вам, девушка в данном случае, будет рассказывать о каких-то историях, интересах и так далее, всегда ищите в своей жизни соответствующие истории, соответствующие интересы. Наверняка в ее опыте есть что-то общее с вашим опытом. Если этого общего нету, то возьмите опыт ваших друзей, ваших близких, ваших родственников или просто расскажите свое мнение о какой-то области. Допустим, у вашей потенциальной второй половине есть домашние животные. Но расскажите, что знаешь, а у меня никогда не было домашних животных, я даже не знаю, что это такое. А вообще классно иметь домашних животных? То есть вы можете с нуля генерировать какую-то новую тему и ни в коем случае не смущаться, что вам не о чем поговорить. Друзья, у меня тоже такое было когда-то, по юности идешь на свидание и иногда даже тема для общения заканчивается и ты чувствуешь себя неудобно. Прекрасно, понимаю. Так вот, что бы такого не было, я уверен, что эти две методики вам помогут. Их может быть намного больше, но я не хочу все усложнять и хочу, чтобы вы все это применили и были успешными. Итак, ставьте лайк, если вам понравились мои советы. Если есть что добавить, обязательно пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы на нем оказались в первый раз. С вами был Павел Багрянцев, всем пока.